Привет, друзья! Меня зовут Григорий Герман. Сегодня у нас будет необычный выпуск, точнее их будет два необычных выпуска, и оба они будут посвящены вам. Вашим ощущениям, вашим страхам, вашим надеждам и вашим переживаниям. Я уже неоднократно спрашивал у вас в комментариях на ютюбе, о чем бы вы хотели поговорить, что бы вы хотели услышать, о чем бы вы хотели спросить. И так как я человек приличный, словно ветер не бросающий, сегодня в разговоре с Сергеем Грабским я буду просто ретранслятором ваших друзья вопросов. Самых неожиданных, самых болезненных. Единственный фильтр, который я выставил, это реальность или нереальность темы. Ну, то есть, смотрите, бесполезно спрашивать у военного эксперта, а вот что было бы, если бы Украина не отказалась от ядерного оружия. Тут нужен не военный эксперт, а все тот же Марти Макфлай с его пронзающим время и пространством автомобилем. Чтобы полететь, сделать, посмотреть, что получится, вернуться и доложить вам. Если у вас есть в гараже Долориан с дополнительным пакетом от дилера машина времени, давайте ваш номер, слетаем и посмотрим. Если нет, давайте говорить все-таки о реальных вещах. Тем более, что с 24 февраля нам есть о чем поговорить, нам есть что узнать и обсудить. Первая программа, конечно же, будет посвящена фронту, войне. Сначала два вопроса глобального уровня, вопроса, касающиеся не просто фронта, а наших взаимоотношений с главными партнерами. Хотя, тут скорее правильно будет использовать слово «доноры», потому что вот как доноры сдают необходимую для чего-то выживания кровь, Соединенные Штаты и Европа дают нам необходимое для выживания Украины оружие. Оружие, которого иногда, как в случае с Германией, им реально сами могут. Ну а второй вопрос находится на стыке военного и диктематического, поскольку мы проанализируем заявление заместителя госсекретаря США по поводу возможного удара российским тактическим объектом оружиям на Украину. Украина готовится к контрнаступлению на юге успешно. Очень успешно уничтожает российские склады с боеприпасами и военные части. Победа даже не так. Кормога не за горами. С первых дней даже не полномасштабные войны, а войны на Донбассе, украинские воины показали, что их сил и мотивации хватит на долго и на многое. Другое дело оружие. С этим у Украины, особенно 8 лет назад, ситуация была посложнее. В 2014-м его практически не было. Сейчас оно и есть, но для такой страшной войны и для такого напичканного, пусть и советским металлоломом, врага его недостаточно, его ничтожно мало. Но Украина не Россия. У нее есть хорошие друзья, скажем так, подаватели патронов. Это страны Европы, США и Канада. И вот тут уже возникает другой вопрос, хватит ли союзникам военного добра для быстрой победы над злом. Спойлер. Хватит. Даже на российских сайтах, где пишут, что армия РФ вторая в мире, почетное звание первой, все-таки отдают США. А напомним, именно Америка один из главных партнеров и союзников Украины в этой войне. Есть еще Канада, страны Балтии, Польша, Великая Британия и многие другие дружественные в Украине страны, на военных складах которых хранятся интереснейшие вещи. Кроме того, если сравнить современность и навороченность того же американского оружия с российским, то сразу понятно, кто тут пасет заднюю. У РФ, конечно же, тоже есть точные ракеты, хорошие танки, но их не так уже и много. Основа второй армии мира — это техника, на которой чуть ли не деды Берлин брали. С началом полномасштабной войны коллективный Запад как-то не рвался помогать Украине тяжелым оружием. Было так. Держите дживелины и Бог вам в помощь. Эксперты говорят, что Европа и США тоже верили во взятие Киева за три дня. Но сейчас ситуация кардинально поменялась. Западные страны увидели и непобедимый дух украинцев, и их талант воевать. И как результат, Ленд-Лиз подписали, на Рамштайн-3 кучу нового оружия пообещали, и даже на саммите НАТО в Мадриде намекнули, что Украину никто не бросит. Даже Франция и Германия, страны, чьи лидеры продолжают заигрывать с Путиным, отправляют Украине гаубицы Сезар, танки и многое другое. С оружием разобрались. Оно есть и его, хотя и не так быстро, как хотелось бы, Украине дают. Но у России все-таки имеется один козырь в рукаве. Ядерные ракеты и бомбы. Если война в Украине — это политическое самоубийство для Путина, то нажатие красной кнопки — самоубийство буквальное. Безумие в чистом виде. Но на здравый рассудок обитателей Кремля никто не рассчитывает, поэтому Украина и цивилизованный мир надеются на лучшее, но готовятся к худшему. Что же будет, если Россия выпустит по Украине хотя бы одну боеголовку? Во-первых, сделать это незаметно не получится. Подготовка ядерной атаки — дело тонкое и многоэтапное. Как только Россия подумает о том, чтобы пульнуть ядеркой, об этом сразу будет известно всем иностранным разведкам. Во-вторых, даже само хранение ядерного оружия в военном смысле — настоящий геморрой, хотя бы потому, что другим странам известны все пункты его расположения. То есть даже если Россия решится на выпуск ракеты, это сразу же станет известно союзникам Украины, которые, в свою очередь, смогут ударить по пунктам хранения. Но даже если рассматривать самый трагический сценарий, в котором Украина таки подверглась ядерной атаке, РФ это с рук не сойдет. То же США или НАТО ударят в ответ. И это неоднократно заявлялось на высочайшем уровне. Если не прямо, то завуалировано. Например, замгость секретаря США Виктория Нуланд сказала многозначительное — Украина не останется одна в случае ядерного безумия РФ. Россия изо дня в день продолжает, нет, не только войну, но и настоящий террор Украины. Она убивает украинских детей и их матерей. Она подрывает психику выжившим украинцам. Она превращает центры Европы в руины и попелища. Империя зла хочет добиться этим капитуляцией. Отбивается лишь того, что 4 «Хаймарса» превращаются в 8, а затем и в 12. И совсем скоро, в том числе, эти же «Хаймарсы» отправят Россию туда, где ей место. Дикого средневековья. Так что оружия хватит. Ну а по ядерному оружию хочу все-таки особо отметить, что вот это наша версия. Давайте попробуем посмотреть реально. Никто на самом деле не знает, что делать в этом случае. Человечество с таким еще не сталкивается. Никто, включая самого Верховного Клиптократа. Я все же думал, что применение даже тактического ядерного оружия по территории Украины не принесет ни Путину, ни его клевретам ничего, кроме ухудшения ситуации. Во его сумасшествии есть одна совершенно рациональная черта. Это жадность и любовь к роскошной жизни. Человек, готовый идти на смерть за идею, не строит дворец со стрибаром, катком, хоккеистами, произовом и вензелями. Какой дворец строят, если собираются в нем жить, а не умирать? Ну а с точки зрения военного преимущества, любая такая акция может проводиться либо для получения тактического преимущества на определенном участке фронта, например, для прорыва глубоко эшеломированной и укрепленной обороны, либо для психологического давления на противника. С мобильной обороной, которую, как известно, ведут вооруженные силы Украины, очень успешно, такой удар довольно бесполезен. А вот психологическое давление... Я думаю, что даже Путин уже понял, что чем больше давишь на украинцев, тем они крепче становятся. В этом смысле мы графеновая нация, способна выдержать любой удар. Даже в спину. Даже ночью. Даже в феврале. С этими двумя вопросами разобрались, я надеюсь, но ответа на остальные, их хватает, мы найдем вместе с военным экспертом, полковником подставки Сергеем Грабским. Можно ли наступать осенью? Сколько стоит выстрел Хаймарса? Может ли Россия уничтожить мосты через Днепр? И может ли Украина снести к монахам Крымский мост? И еще множество вопросов. Оставайтесь. Это интересно. Запад уже не боится Путина и его ядерного оружия. Со знакомым вопросом. Так ли это? Так. Это абсолютно так, потому что все понимают, что Путин своей вот этой войной показал совершенно неспособность России вести современную конвенционную войну. Что касается ядерного оружия, то нужно понимать, что для того, чтобы его использовать, его нужно подготовить и запустить, и, короче, привести в боевое положение. Это достаточно подоемкий процесс. И Запад уже понял, что тех средств разведки, которые сейчас задействованы, уже достаточно для того, чтобы очень четко и качественно мониторить любое извинение, любой, извините, чих, в сторону подготовки такого вида вооружения. И вы же понимаете, что для того, чтобы нейтрализовать это движение, этот процесс, нет необходимости запускать ядерное оружие. Для этого достаточно запустить высокоточную ракету, допустим, или какой-то другой вид вооружения и решить этот вопрос. Насколько они высокоточны, мы видим по тем, ну, скажем так, простым системам вооружения, которые передаются уже для обеспечения действий вооруженных сил украинцев. Поэтому нет никакой вообще угрозы применения, вернее, боязни применения ядерного оружия на сегодняшний день. Ситуация полностью под контролем. Ну, насколько я понимаю, вся вот эта ядерная триада, подводного базирования, наземного базирования, да, и авиационного базирования. Вся она находится под контролем 24 на 7. Да, и тактически. В том числе. Потому что, я говорю, если мы возьмем виртуальный ЕИСК, где, конечно же, никто не знает, что там лежит, никто не в курсе, то все понимают, что в том ангаре, в котором находится, то, чего там не должно быть, любое движение, любое изменение температурного режима моментально засекается и принимается в соответствующие меры. Вопрос номер два. Силы путинского военного наступления выдыхаются, если они берут оперативную паузу? Оперативная пауза – это вполне нормальный процесс в течение боевых действий, когда, ну, есть необходимость остановиться, пополнить ресурсы, пополнить запасы, и это не говорит о том, что они выдыхаются. Ни в коей мере. Это нормальный, еще раз подчеркиваю, процесс, потому что, ну, есть еще такое понятие, как возможности человеческого организма, то есть даже при очень успешном наступлении нужно понимать, что ресурсы организма ограничены, и необходима замена, ротация, усиление, отдых хотя бы, и пополнение ресурсов. Есть такое понятие, что на конец операции ресурсы должны быть не менее 75% от тех ресурсов, с которым операция начиналась. То есть, если есть необходимость пополнить, да, они пополняются, но это никоим образом не говорит, и я бы был далек от такого ура-патриотизма и возбуждающего оптимизма о том, что они выдохлись, они уже прекратили. Нет, они не выдохлись, они еще не готовы вести боевые действия. С другой стороны, в последнее время, в последние несколько дней появилась одна и та же карта, точнее, две карты, которые стоят рядом. Это карты возгораний, читая обстрелов российских нашей территории. До появления Хаймарсов их было много-много-много, после появления Хаймарс их стало мало-мало-мало. Эта карта имеет право на существование? Действительно ли есть прямая корреляция между количеством ударов по складам и резким уменьшением обстрелов? Вы знаете, нет. Вы знаете, нет. Мне, я внимательно изучал эту карту, я смотрел на нее, и как-то мне эта карта вызывает очень много вопросов, потому что там, в том числе, если так внимательно посмотреть, карта показана без границы контактной линии, без границы линии фронта. И там как бы были удары, в том числе, которые наносились мы. Их тоже стало меньше, но наших ударов не стало меньше отнюдь. И нужно понимать, что эта карта не совсем соответствует данным. Мало того, я уже подчеркивал неоднократно, есть такое понятие эшелонирования запасов материальных средств. Да, мы наносим удары по оперативным запасам противника, но нужно понимать, что существуют еще тактические запасы, существуют промежуточные запасы. Но я не буду вдаваться подробностям, что сколько должно быть в батальоне, сколько в бригаде, сколько в дивизии и так далее, и тому подобное. Это детали. Но нужно понять так, что еще не может просто быть такого резкого снижения количества обстрелов вследствие якобы недостатка боеприпасов. Нет. Оно может случиться, но эта просадка случится через определенный период времени, если мы не будем снижать интенсивность таких обстрелов и нанесения ударов по этим объектам. Но это должно случиться через 5-7, через 10 дней. Через 5-7, через 10 дней будет заметен эффект, насколько я понимаю, на фронте, если мы... Да, если такая интенсивность нанесения ударов по объектам противника будет соблюдаться и продолжаться. Также много вопросов возникло после заявления Резникова о том, что Зеленский приказал захватить, деоккупировать юг Украины. Значит ли это, что мы уже накопили столько сил, что можем так открыто заявлять о своих планах? Не можем заявлять о своих планах, потому что это не является каким-то сверхсекретом и очевидность этого вопроса освобождения ясна всем, потому что это критически необходимое решение. Но в данном случае, так как об этом заявил Резников, речь идет немножко о другом. Резников не планирует военные операции. Резников отвечает за поставки вооружения и боевой техники по заказам вооруженных сил Украины. И здесь речь идет, как я понимаю, о процессе планирования и определения потребностей вооруженных сил Украины для проведения подобных операций. То, что такие планы существуют, в этом нет никаких сомнений. Но сейчас мы говорим о абсолютно детальном планировании потребностей. и эти потребности будут сравнены с наличием того, что мы имеем. И недостатки этих потребностей будут доведены на наших союзников. И как бы мы будем уже настаивать на том, чтобы оружие именно в таком количестве, в таком качестве поступило к нам как можно быстрее. А по вашему мнению, юг Украины это только Херсон-Мелитополь или Крым тоже? И Крым тоже. Но это не говорит о том, что мы просто завтра ринемся в Крым и нанесем удары по Крыму, будем вести активные боевые действия. Здесь операция немножко другого порядка. Нам нет необходимости на сегодняшний день так вот просто вваливаться в Крым на данном этапе. Потому что там достаточно большая группировка. И знаете, мы уже научились, как говорится, источать или стачивать противника. И здесь вопрос стоит вот в чем. Как только мы займем позиции на побережье, я говорю побережье и Черного моря, и самое главное, Азовского моря, нужно понимать, что таким образом мы поставим под серьезную угрозу локации именно на территории Крыма. Причем, знаете, возвращаясь к истории Второй мировой войны, я не могу исключить такого варианта, что российский флот последует добрым традициям Краснознаменного Черноморского флота и бодренько покинет крымские порты для того, чтобы передислоцироваться в порты Северного Кавказа. Что-то точно так же будет нам на пользу. Имея под контролем и возможностью нанесения ударов по объектам в Крыму, мы в том числе снижаем серьезную угрозу нанесения ракетных ударов. Потому что если мы ударим по Балаклаве, по Инкерману, где находятся сходы этих ракет, по верхним площадкам, конечно мы не добьем под подземным хранилищем, то мы фактически нейтрализуем возможность использования этих локаций для нанесения ударов, что точно так же поможет нам. Таким образом, имея под контролем, под огневым контролем как минимум 60-75% территории Крыма, нет необходимости атаковать Крым. Достаточно просто воздействовать на коммуникации, наносить удары по складам для того, чтобы максимально нанести ущерб без вторжения. То есть мы переходим к такой концепции бесконтактной войны, к чему мы собственно и приближаемся с наращиванием группировки новейших систем вооружения и боевой техники. Активные наши наступательные действия будут производиться только до осени, то есть только летом, в дождь и слякоть наступать. Можно? Можно. Можно наступать и в дождь, и в слякоть. То есть нужно понимать, о каких действиях мы говорим. То есть никто не говорит о действиях времен Второй мировой войны, когда массы техники будут рваться вперед, там, атаковать, рвать линию фронта и так далее, и тому подобное. Ни в коем случае мы прекрасно справлялись с дождь и слякоть в марте месяце, что не помешало нам выгнать противника с Киевской, Черниговской и Сумской областей. Мы прекрасно воевали в 2014-2015 году, когда отбивали противника под Дебальцево, я подчеркиваю, это очень успешная операция украинских вооруженных сил. Мы также справлялись и летом, и осенью. То есть современная война, это война, которая, да, имеет некоторые акценты, связанные с погодными условиями, но, тем не менее, в современных условиях Хаймарс, я думаю, будет очень удачно стрелять и в дождь и вслякать, и с асфальта, извините, и с грунта. Есть информация, что в Генштабе России хотят убедить Путина отвезти те войска, которые остались обратно в Россию, потому что дальше наступление невозможно. В общем-то, так и есть. В общем-то, так и есть. Я неоднократно говорил, что ситуация, которая сложилась, неожиданно для России. Россия не готовилась к такой войне. Она была не готова изначально, потому что к такой войне нужно готовиться годами, и признаки такой подготовки были бы очевидными. Например, товарищ Сталин, возвращаясь опять же к истории, начал готовиться к Второй мировой войне за 10 лет. И на 1 сентября 1939 года, на 1 сентября, то есть когда миролюбивый Советский Союз никогда в жизни ни на кого не нападал, Красная Армия по численности была больше, чем все армии стран Европы вместе взятых. Товарищ Сталин уничтожил десятки миллионов людей для того, чтобы подготовить страну к войне. Такого процесса мы не наблюдаем. То есть российская экономика не была переведена заранее на военные рельсы, они не развернули базу мобилизационного развертывания, они не создали достаточные запасы вооружения и боевой техники именно новых. То есть сейчас они лихорадочно снимают примитивные танки, они там лихорадочно пытаются восстановить боеспособность ракет и так далее и тому подобное, но это не свидетельствует о том, что они заранее готовились к такому. Они надеялись решить вопрос с Украиной быстро и остальных просто запугать методом обычных питерских гопников. Простите, я их видел сам, потому что учился в Санкт-Петербурге. Поэтому ничего нового, но страна не готовилась к войне и здравые люди в генеральном штабе понимают, что да, у них есть еще по инерции какие-то возможности атаковать, да, у них есть по инерции возможности как бы задействовать дополнительные ресурсы, купить пушечное мясо. Они себе могут это позволить, исходя из доходов, которые продолжает получать Российская Федерация. Но говорить о том, что они могут достичь какого-то превосходства уже нельзя, потому что мы фактически с середины апреля месяца наблюдаем активные боевые действия на узеньком участке фронта, куда противник сосредоточил чуть ли не 50% своих сил и средств, которые были предназначены для боевых действий в Украине. Поэтому разумные головы, они должны быть такими, если они чтят себя имперскими надеждами, они хотят отвезти войска, чтобы осознать, что случилось, подготовиться и опять нанести удар. Но сейчас, да, они хотят отвезти. Сколько, по вашему мнению, необходимо в такой огромной стране, но с таким огромным потенциалом, как Россия, для того, чтобы обеспечить все те необходимые меры, о которых вы только что сказали? То есть перевести экономику, подготовить мобилизационные базы, подготовить, ну хорошо, не подготовить, а снять некий запас вооружения с хранения? 5-7 лет. 5-7 лет нужно понимать, что такой стране, как Россия, если отказаться от всех других планов и сосредоточиться только на этом, нужно будет от 5 до 7, а то и 10 лет для того, чтобы перевести экономику, создать мобилизационные базы, ресурсы и так далее. Понимаете, есть разница, есть понятие база мобилизационного развертывания и база оперативного развертывания. То есть это совсем другие вещи и запасы, которые должны создаваться, они в том числе должны обеспечивать именно начальный этап войны. Но также, опять же, возвращаясь к тому, что мы знаем об истории Второй мировой войны, запасы создавались на 3 месяца вперед. На 3 месяца вперед. Так, чтобы вы понимали, о каких объемах идет речь, дивизия за сутки боя, активного боя в операции тратит до 2000 тонн топлива. То есть 10 дней это уже 20 тысяч, 100 дней это 200 тысяч тонн только на одну дивизию. Только на одну дивизию. Таких дивизий нужно как минимум 10 для того, чтобы вести какие-то вменяемые действия против Украины, а вернее еще и 20. То есть можете посчитать, сколько только топлива необходимо сосредоточить для ведения этих действий. Какие количество снарядов нужно обеспечить? У них да, запасы колоссальные, но вероятность отказа боеприпаса составляет по опыту 2014-2015 годов до, в принципе, и сейчас 30-40%. То есть нужно создавать новые предприятия, которые будут выпускать боеприпасы. Нужно создавать новые предприятия, которые будут выпускать танки и другую технику. На сегодняшний день Россия способна в год выпустить 10-15 Искандеров, где-то порядка 30-40 самолетов и порядка 30 вертолетов. Все. То есть то, что сгорает в течение буквально недели, двух недель активных боевых действий, это она должна делать год. Такими темпами я боюсь, что мои прогнозы по поводу 10 лет будут тоже достаточно оптимистичными. А с учетом тех санкций, которые на нее наложены, эта задача становится практически бесперспективной, потому что они могут сделать кучу ржавого железа, которое будет устаревшим сразу после его выпуска, но это ржавое железо никоим образом не восполнит пробелы, эти дыры в подготовке. То есть они потеряли свое время. С другой стороны, существует ли подобная опасность для наших западных партнеров, потому что уже сейчас, месяц назад Байден ездил на компанию Lockheed Martin на завод и говорил, что нам необходимо увеличить выпуск джевелина. Это же касается не только джевелина, но и других номенклатур. Да, абсолютно. И нужно понимать, что Европа точно так же не готовилась к ведению боевых действий таких в течение 30 лет. И поэтому знаете, когда некоторые наши соотечественники кричат, почему нам не дают? Да потому, что этого нет в природе. Потому, что Европа уничтожала, бодро уничтожала свои войска, свою технику, сокращала армию, надеясь, что войны уже никогда не будет. Вот мы столкнулись с такой ситуацией, когда слабая реплика Советского Союза кошмарит большую, крупнейшую европейскую страну. И понимая, что если они достигнут какого-то успеха в Украине, то следующие будут они. И кто-кто, а балтийские страны, поляки, румыны прекрасно знают, чем это заканчивается. Когда они справились с красной угрозой в 20-м году, но красная угроза вернулась в 39-м, 40-м. Точно такая же ситуация может возникнуть и здесь, поэтому Европа готовится точно так же. И это говорит об увеличении военных бюджетов, это говорит об увеличении численности вооруженных сил и развития вооружений и боевой техники. То есть наша война дала серьезный импульс развитию, нельзя говорить развитию, то есть восстановление боеспособности этих стран. Новая поставленная техника, которая к нам уже пришла и которая к нам еще будет приходить, может ли она нам позволить наносить превентивный удар в будущем? Не только сейчас, но и в будущем. Например, увидели, заметили скопление российской армии еще на территории России и нанесли по нему удар. Безусловно, на сегодняшний день мы имеем полное моральное и военное право наносить удары по целям, которые будут разведаны в том числе на территории противника. Потому что, скажите мне, пожалуйста, кто может остановить украинскую армию от нанесения превентивного удара, имея ситуацию Краматорска, имея ситуацию Часовьяра, имея ситуацию Харькова? То есть неужели мы будем думать и рассуждать, имеем ли мы право нанести удар, если мы знаем, что через 2 минуты эти ракеты из Белгорода ударят, допустим, по Харькову? Да ни в коем случае. Если Израиль имеет право наносить превентивные удары, уничтожая позиции боевиков, то и мы имеем полное право спасать жизнь наших с вами сограждан. Это святое право, это обязанность государства и наши с вами обязаны защищать жизнь и здоровье наших с вами сограждан. По поводу Хаймарса вопрос, а одна ракета, запуск одной ракеты стоит 150 тысяч долларов, да, то есть полный выпуск 6 на 15 это практически если говорить об экономике войны, насколько это оправданная трата? Это оправдано, но в том числе, если мы наносим удары, знаете, невозможно посчитать это в денежном эквиваленте, например, если мы уничтожаем командный пункт противника, потому что здесь надо тогда посчитать, сколько стоило обучение каждого полковника, каждого генерала, сколько стоило оборудование, управление и связи, сколько стоила суммарная та техника, а знаете, почему сложности с расчетами возникают, потому что, например, потому что я ими, по тем данным, которые можно найти в интернете, видно, что, например, танк Т-62 стоит приблизительно 300 тысяч долларов, а, например, я специально выписывал Т-72 в различных модификациях 34 миллиона долларов, и здесь вот, когда мы возвращаемся к горючему, да, может быть, в реальных цифрах удар по складу горючего выглядит дешевле, вернее, дороже, чем то горючее, которое мы уничтожили, но если мы обездвижим с вами 100 танков, которые стоят 3-4 миллиона долларов, то это уже 300-400 миллионов долларов, которые могут быть потеряны одномоментно противникам, то есть, вот здесь вот такой расчет берется немножко. Бывший командующий силами НАТО сказал, что Украина может уничтожить Крымский мост, а Россия стала угрожать, что она уничтожит в ответ все мосты в Украине через Днекр. Возможно ли это в принципе? Можно нанести удар по мосту, можно его уничтожить теоретически, то есть, теория говорит так, что для того, чтобы уничтожить объект, гарантированно уничтожить объект, нужно нанести ему поражение в таком объеме, который бы исключило быстрое восстановление этого объекта. Ключевая фраза быстрое восстановление данного объекта. Восстанавливает этот объект исходя из наличия сил технического, вернее, средств технического прикрытия и, безусловно, сил технического прикрытия, которые находятся в этом районе. Поэтому для того, чтобы уничтожить Крымский мост, во-первых, это колоссальный физический объект. Нужно нанести удары по самому объекту и гарантированно уничтожить запасы материальных средств, которые предназначены для его восстановления и уничтожить еще те подразделения, которые занимаются его восстановлением, для того, чтобы обеспечить это уничтожение. Таким образом, мы видим перед собой операцию, которая должна быть проведена как составляющая, которая состоит из следующих компонентов. Это воздушные удары, гарантированные, ракетные удары, вероятное использование так называемых брандеров или диверсионных средств и системы подавления противовоздушной обороны противника. То есть это просто необходимо колоссальное сосредоточение ракет, авиации, противоракетов, диверсантов и так далее и тому подобное, чтобы разрушить один этот объект. Это вы сказали об одном Крымском мосте. Это об одном. Когда мы говорим о мостах через Днепр, то у нас их вот все то же самое, но умножить. Да, да, да. Ну, есть наглядный пример Белгород-Днестровский мост. По нему наносятся регулярные удары ракетами и ответ такой ну и что? Два-три дня мы восстанавливаем. Да, там снижается на какое-то время пропускная способность, но он восстанавливается. Потому что любой такой объект это комплекс. И если уничтожать, то нужно уничтожать весь комплекс. А это очень дорого. Это просто колоссальные затраты, потому что никто же постоянно не держит тот же мостостроительный отряд непосредственной близости к этому мосту. То есть его надо разведать, найти и уничтожить. Недавно последний вопрос. Недавно прозвучали цифры, опять же таки, озвученные Резниковым, о том, что мы поставили под ружье 700 тысяч в Збройне Силы Украины и еще около 300 тысяч в другие силовые структуры. Почему у нас тогда до сих пор не получается создать численное преимущество и численное превосходство? Где все эти солдаты? Где все эти люди? Эти люди проходят подготовку, эти люди участвуют в боевых действиях, эти люди проходят ротацию и так далее. Мы говорим о наших учебных центрах, на которых мы проводим обучение людей, поэтому мы не можем бросать бой, это знаете, как полено за поленом. То есть мы должны подготовить, сосредоточить, обучить. А обучение, мы уже говорили неоднократно, минимальный срок обучения только одного танкового экипажа это как бы три месяца. И гораздо больше времени нужно для боевого слаживания, разделения. Да, некоторые бригады мы отправляли сразу в бой в силу необходимости, но опять же нужно понимать, что такие направления, как Приднестровье, такие направления, как Беларусь, такие направления, как Сумщина, Черниговщина тоже требуют нашего внимания и там тоже находятся войска. То есть если просуммировать, вот он как минимум достаточно большое количество войск, потому что терроборона не решит всех вопросов. Все равно нужны армейские подразделения. То есть этот процесс динамичный и непрерывный. Одни войска заходят в бой, другие выходят. Мы не можем себе позволить такую роскошь, как россияне, держать по 5 месяцев ребят в зоне боевых действий. Они должны выходить на отдых, на доукомплектование и так далее и тому подобное. Поэтому да, и это только начало, это еще не так много, и мы еще будем вынуждены призывать дополнительные контингенты. Именно для того, чтобы там сосредоточить войска для контрнаступления, например, на том же деле. Да, плюс резервы, плюс резервы, плюс мы несем потери, и потери серьезные. У нас только по пленным большой пробел. То есть официально мы имеем данные о 7000 военнопленных с нашей стороны. 7000, это как минимум две бригады. Вот. Надеюсь, мы смогли ответить на важные вопросы, может быть, в чем-то развеяться мнения, в чем-то дать почву для дополнительных размышлений. В любом случае, теперь вы знаете об этой войне больше. Больше о наших шансах, больше об угрозах, больше о реальном положении. А значит, тверже стоите на ногах в этой безумной буре. Помните, что мы победим. В этом нет никаких сомнений. Помните, что весь мир с нами. Несовершенный. Не такой, как нам хотелось бы здесь и сейчас. Но другого мира у нас с вами нет. Как и нет другой родины. Эту родину расисты с оружием в руках отрубанены российской пропагандой, вооруженная еще советским оружием пытаются у нас отобрать. Но ничего у них не получится. Именно потому, что за нами весь этот несовершенный, но однозначно сочувствующий нам мир. А значит, победим. Что бы там себе не придумывал в тиши кремлевском бункерного кабинета незнакомого занесли его хобби кремлевский плейш-люра. До встречи, друзья. Ведь нам есть о чем еще поговорить. Субтитры создавал DimaTorzok